Комбайны спешат на помощь. В Могилевской области брошены все силы на уборку зерновых. Какие планы у аграриев? Уже 67-й в Баврусском районе горел жилой дом. Пострадавших нет, причина на данный момент выясняется. Кто вызвал спасателей? Патриотический тимбилдинг в молодежном парке прошел городской фестиваль студенческих отрядов. Формирование у молодежи гражданского самосознания через трудовую деятельность. Где трудились бойцы этим летом? А также рабочий визит, детская вакцина и знакомый вкус. Белокола планирует заменить американский аналог, что обещают производители. Никакого банкротства президент поручил в течение недели назначить директора на Миорский завод. Александр Лукашенко продолжает инспектировать регионы. Предприятие – единственный в своем роде производитель белой жести в Беларуси. Она применяется для упаковки в пищевой, парфюмерной, лакокрасочной промышленности. Годовая потребность в ней только отечественных компаний – около 30 тысяч тонн в год. Вели в эксплуатацию завод в конце 2020-го. Все накупленные долги государство берет на себя. Здесь работают около 670 человек. И более крупного промышленного объекта на территории района нет. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. У них все долги ваши я забрал на государство. И вы сегодня функционируете как белорусский завод в Миорах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор. Юридически это будет оформлено в течение двух дней. Никакого банкротства, никакой волокиты и никакие вы не банкроты. Я не зря сказал, здесь вы должны рождать будущих героев Беларуси. Прекрасное производство. Надо работать. За восстановление Миорского металлопрокатного завода президент пообещал присвоить звание Героя Беларуси. Кому именно поставлена задача вывести работу предприятия на полную мощность, глава государства не стал уточнять. От маленькой искры до губительного пламени в Бобруйском районе в прошлую пятницу горел жилой дом. ЧП произошло около 7 вечера в деревне Щатково. О пожаре сообщил сам хозяин. С его слов, все жильцы покинули здание самостоятельно. К моменту прибытия спасателей строения уже было объято пламени. Сотрудники МЧС в считанные минуты справились с огнем. В результате повреждены кровли о перекрытии веранда и имущество. К счастью, пострадавших нет. Причина на данный момент выясняется. МЧС напоминает, что в случае обнаружения пожара нужно незамедлительно покинуться в опасную зону, набирает в службу спасения по 101 либо 112 и уточнив все необходимые данные, адрес и что непосредственно происходит. Каждый день спасатели напоминают о безопасности, однако тревожных вызовов не становится меньше. В Бобруйске и районе количество огненных ЧП перевалило за сотню. И это только с начала года. В стране цифры еще печальнее – больше трех с половиной тысяч. В большинстве случаев причины – беспечность и пренебрежение простыми правилами. Соседи по полям в разгар уборочной хозяйства Могилевской области оказывают друг другу поддержку. Так, в северную часть на подмогу отправили технику из Осиповического и Кировского районов. В работе шесть агромашин. За их исправность отвечает сервисная служба. Об отечественных комбайнах Ольга Васенда. Уборочная компания в самом разгаре. Аграрии трудятся от рассвета до заката, как в будни, так и в выходные. Чтобы не допустить потери урожая, плечо подставляют другие хозяйства. Из Осиповического и Кировского районов комбайны направляют в северную часть области. Первая остановка – Быховские поля. Дальше – Круглянские. Порядка двух недель у нас работала техника из Днепровья, три единицы, и оказала нам существенную помощь. В общем-то, два хозяйства на сегодняшний день подходят к 80% уборки, и у нас есть возможность для того, чтобы отправить свою технику в северные регионы. Считаю, что решение было принято очень правильно, потому что наш урожай уже подобран, ну и, соответственно, мы можем оказать помощь другим районам. В поле отправляется шесть агромашин. Техника отечественного производства имеет высокую пропускную способность. За секунду обрабатывается порядка 12 килограммов зерна. За час доходит до 18 тонн. Комбайнеры не теряют ни минуты хорошей погоды. При комбайнах, при отрядах создана сервисная служба. Вот автомобиль. Приобрели две «Газели» для оперативного технического обслуживания и ремонта. Кроме этих двух бригад у нас создано еще 15 выездных бригад, которые оказывают сервисное обслуживание всем хозяйствам Могилевской области прямо в поле. В Бобруйском районе на утро воскресенья убрано 48% площадей. В Кировском – 49%, в Осиповическом – 40%. В Лидерах Глузк здесь собрано почти 80% урожая. Сбавлять темпы специалисты не собираются. Всего на полях Могилевской области задействованы 979 единиц техники. Для современной уборки урожая в области были приняты ряд мер. Были поддольны практически все кабаны, 100% готовность, поддольные зерносушивные комплексы. В следующей неделе предполагается еще 8 кабанов перебросить с Бобруйского и Кировского района на городский район. Такая переброска будет продолжаться и в дальнейшем с целью охватить и убрать наиболее плодородные, наиболее хорошие участки зерна для валового сбора и недопущения почери. Массовая жатва продолжается по всей стране. Уже собрано 3 миллиона тонн зерна. Значимый вклад внес озимый ячмень, который показал высокую урожайность – более 50 центнеров с гектаром. Наибольшие показатели сейчас в Брестской области. Она лидирует как по темпам, так и по намолотам. В этом году белорусские аграрии рассчитывают на рекордный 10-миллионный каравай. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Грузовой маршрут – белорусский аналог и финал компании. Белорусские вузы завершили прием документов на платное обучение. Сколько студентов планируют принять? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские вузы завершают прием документов на платное обучение. В большинстве университета зачисление пройдет 10 августа. В этот же день вступительная кампания в стране будет официально завершена. Исключение сельскохозяйственной специальности на заочную форму по 5 декабря. Всего в этом году планируется принять 53 тысячи студентов. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет. Прививают китайским препаратом вероцел. В стране производителя лекарства используют для малышей от 3. К слову, рост заболеваемости COVID-19 прогнозируют в сентябре. Циркулируют в основном омикрон и стелс-омикрон. Поэтому сейчас самое время прибегнуть к бустерному уколу. Белавия перешла на ежедневные рейсы во Внуково. Впервые маршрут в этот аэропорт открыли еще в апреле 2010-го. Это самые близкие к Москве воздушные ворота. В 2023-м их соединят с одной из веток метро. Так что добраться в город к гостям станет проще. Также белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Домодедово и Шереметьево. Из Беларуси в Азербайджан начали ходить ускоренные грузовые поезда. Первые три состава заполнили лесопродукцией. Проект позволяет в течение 7 суток доставлять наши товары в Кавказскую республику. Для компании маршрут открывает новые возможности по реализации на экспорт. Белокола планируют заменить американский аналог не только на отечественном, но и на российском рынке. Производители сохранили импортные технологии производства и обещают, что напиток не будет отличаться по вкусу от популярной Кока-Колы. Когда мировой бренд пришел в республику, наши специалисты получили опыт, который стал базой для дальнейшей разработки собственной линейки. Юность, время отваги. В Бобруйске прошел городской фестиваль студенческих отрядов. Бойцы собрались в молодежном парке. Этим летом ребята работали в школах, лагерях, поликлиниках, больницах. В программе интерактивные площадки, нетворкинг, чемпионат по скоростному сбору спилскарт. Наше мероприятие сегодняшнее направлено на развитие и популяризацию студенческого движения, формирование у молодежи гражданского самосознания через трудовую деятельность. Завершением фестиваля стала физкульторазминка под руководством чемпиона мира по гиревому спорту Владимира Цирибко. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok